День добрый, друзья мои, с вами пан Колобок из Одессы. Сегодня у нас очень тяжелая тема, почему беженцев выгоняют, помимо того, что их не берут на нормальные достойные работы, но даже в тех единичных случаях, что берут, друзья мои, их оттуда потом вежливо просят, а иногда и невежливо. Я делал целое видео на эту тему, я не помню, как оно там называлось, по поводу беженцев, работы, а, что все поедут домой, что Европа готовится к массовым депортациям беженцев, это было. И вы знаете, очень много людей со мной после этого связалось, сказали, к сожалению, мы видим, и это все так. Помимо простых людей, которые со мной связались, со мной связались и чиновники, и которые и объяснили мне, почему они не берут, друзья мои, я вам скажу больше, у меня уже записано с этими людьми интервью, и в этих интервью, во-первых, объясняют, для чего позвали украинских беженцев в Германию, в Европу в целом, и почему все беженцы уедут, почему они не смогут там при всем желании интегрироваться, адаптироваться и остаться. Но это отдельная песня, сегодня у нас в гостях гость Сергей из Берлина, который работал айтишником, инженером, и, казалось бы, опять же, достойная работа, но в один прекрасный день его опять же попросили с работы уйти. Здравствуйте, Сергей. Привет, Руслан, привет всем. Меня зовут Сергей, я нахожусь в Германии с марта 2022 года, прошел здесь полностью всю вот эту социальную систему, интеграционную систему, и курсы прошел, на B1 дал, все сертификаты получил, и работу самостоятельно нашел, при этом центр занятости в этом вопросе вообще не помогал, то есть практически все самостоятельно, но помощь от Германии в том, конечно, что финансово помогали, то есть пособия, где пожить, ну, сам понимаешь. Устроился на работу осенью прошлого года, я IT-инженер, по безопасности устроился в достаточно большую немецкую корпорацию, у меня перманентный контракт, ну, то есть все как положено, под профсоюзом, все дела, и работал я, работал, в июне этого месяца решил податься на Блюкарту, чтобы перейти из Бергенского 24-го параграфа. Сергей, вопрос у меня, ну, вот, работа достойная, скажем так, но я имею информацию, что очень многих людей, даже если работодателю человек приходит на собеседование и очень нравится, и работодатель говорит, да, я беру там ее, его, и приходит в Козивка, не брать. Ты видела паспорт? Не брать. Бери итальянку, бери сербку, польку. Как тебе получилось найти нормальную работу? Мне кажется, что это было больше везение, я не знаю, может быть, я, потому что Искал устраивался еще в 23-м году, может быть, да, на тот момент еще не было чего-то такого. То есть по собеседованиям, ну, я подавался на большое количество вакансий, много собеседований было, в итоге вот на вот эту фирму попал, все собеседования прошел, со всеми было три собеседования, между каждым собеседованием по 2-3 недели ожидания, то есть они были полностью довольны, все супер, все отлично, зарплата хорошая, ну, то есть у меня зарплата 70 тысяч до налогов. После налогов, так как я один живу, у меня получается, ну, чуть больше, чем 3,5 тысячи чистыми в месяц. Ну, опять же, ввиду того, что какие цены, аренда, питание, транспорт, вот это вот все, то есть у меня особо денег нету, то есть я при этом не миллионер никакой. В притык. Ну, 3,5 тысяч. В притык, впритык. Я бы сказал впритык, потому что остается реально пару сотен евро. Ну, то есть если бы была супруга, было бы попроще. Ну, то есть, знаешь, там вдвоем, если бы можно было за аренду... Я тебя перебью. Слушай, у меня вот недавно было с парнем с Германией интервью, и он мне прямо там по цифрам и объяснил, и обосновал, почему эти все страны делают так, чтобы там было выгодно исключительно для пары. Одиночке там настолько одиночкам невыгодно, что люди, местные немцы и другие, в частности, европейцы, просто сожительствуют, даже плохо знаю какую-то женщину, они сожительствуют исключительно из-за экономических причин. Вот так. Да, да. Я это тоже неоднократно слышал и от наших мигрантов, которые здесь уже живут, ну, достаточно долгое количество времени, по 10, по 15 лет. Ну, и от некоторых немцев тоже вот на работе. Ну, потому что компания немецкая. Что, да, брак по расчету, потому что одному тут очень тяжело. Ну, вот смотри, у меня там, ну, грубо говоря, три с половиной чистыми пришло на карту за месяц. Квартира у меня без коммуналки, то есть просто сама квартира, 1100 в Берлине. И вместе там с коммуналкой, с интернетом, отоплением, вся вот эта вот хрень, квартира 1600. Потом у меня идут проездной на месяц. Я использую вот этот за 49 евро тикет, плюс мне периодически нужно там на ИЦЕшках кататься. То есть у меня ИЦЕшки без проездного, потому что, ну, не постоянно, мне невыгодно покупать проездной на месяц, поэтому, ну, знаешь, надо, поехал. И у меня получается где-то 400 евро, 500 евро в месяц, это вот расходы, которые, ну, постоянно платишь, это всякие там подписки какие-нибудь, ну, кино, музыка, знаешь, проездные, вся вот эта хрень. То есть у меня 2000 уходит, грубо говоря, просто вот на минимальное-минимальное. Остается, ну, чуть больше полторушки. На еду, питание без роскоши, без каких-то ресторанов, кафешек каждый день. Ну, евро 500-600. Остальное, ну, что-то по мелочи или в квартиру прикупить, или одеться, отбудеться, и все, в принципе. Ну, то есть миллионером я здесь никогда в жизни не стану. Вот у меня остается там пару сотен евро от месяца к месяцу. Ну, когда как. И все. Ну, я могу собрать там, ну, не знаю, там 10-15, я могу в год отложить, в год. Ну, так а что это? Это ж ничто. И вот работаешь, ну, так вот, и потом внезапно тебе говорят, досвидули. А какие предпосылки? То есть, может, было какое-то напряжение с твоим работодателем? Что-то там? Никаких. Руслан, вот я уверен, что в комментариях найдутся люди, которые будут говорить, что что-то там вот это непонятное, что-то темнит, что-то неладно. Вообще, просто ноль. Понимаешь, у меня за год ноль пропущенных дней, ноль больничных. У меня там минимальное количество отпускных дней, которые я брал. Ну, у меня 30 дней по контракту нужно выбрать год календарный. То есть, все вот полностью в работе. И работу я делал достаточно серьезную. То есть, сейчас меня убирают, и проект мой, ну, не завершен. То есть, он на полпути. И это очень важный проект для компании. Но, тем не менее, меня просто вот до свидания. Мне кажется, что, возможно, я не прав. Возможно, это теория какая-то заговора, как кто-то там напишет, расскажет. Но в июне месяце я подался на Блюкарту, чтобы перейти с бирженского параграфа. То есть, это вот рабочая виза. Ну, у меня соответствует и зарплата. И вот я живу в своей квартире. Все полностью на самообеспечении. Никаких социальных вот этих не получаю. В октябре месяце, в середине октября, я должен был идти сдавать биометрию на Блюкарту. 16 октября я должен был идти в Auslander Beherde. 15 октября, буквально вот за день, в конце рабочего дня, там это было уже после трех часов вечера, мне приходит письмо на электронную почту с Auslander Beherde, что так и так, по ввиду возникших обстоятельств, ваша встреча переносится на 19 ноября. И все, как бы никаких объяснений, просто имейл. И писать куда-то, звонить я не стал. Ну, для меня это показалось странным, но опять же, знаешь, как немцы, они так работают, что они там особо могут не торопиться. Ладно, там, может кто-то в отпуск ушел, может там людей у них много, поток или еще что-то. Я подумал, ну, хрен-то. Работаю себе дальше. Здесь вот 29 октября звонит мне мой HR-менеджер и говорит, что, друг, короче, ты работаешь в текущей команде до 30 ноября, и с 1 декабря мы выводим тебя с текущей команды, будешь просто в штате числиться, мы тебе попробуем там найти какие-то варианты, кто-то посмотреть, ну, может быть, какую-то другую вакансию, позицию в компании, ну, без конкретики. Ну, мой резонный вопрос, а что случилось? Потому что я вообще не могу понять, на что я получил огромное количество разных вариантов, но все были просто ни о чем. Ну, знаешь, HR сидел просто передо мной, видно было, что он не знал даже, что сказать. В итоге сошлись на формулировке в стратегические решения, компаний. Но, окей, стратегические решения компании. Но, опять же, мы в Германии находимся, я сам член профсоюза, я плачу там членские взносы, плюс у меня перманентный контракт, по контракту мне должны предоставить уведомление письменное, и причем должны заблаговременно это сделать. Этого ничего нет, у меня никаких документов нет. В Германии есть процедура, то есть, если кто-то смотрит, и кто шарит в этом, в Германии есть процедура увольнения очень быстрого в случае экстраординарных каких-то обстоятельств. То есть, в случае, например, это кража, это наркомания на рабочем месте, распитие алкоголя, драки, раскрытие конфиденциальной информации компании. Ну, то есть, это что-то очень прям серьезное, ну, преступление просто на рабочем месте. Но, опять же, по немецкому законодательству, насколько я смог это выяснить, тебе за две недели, как компания это раскрыла, в течение двух недель тебе должны вынести письменный выговор, тебе должно прийти письмо, и, да, тогда тебя там в течение двух недель тебя там, ну, увольняют. Но это не тот случай, понимаешь, то есть, со мной связались с 29 октября, мне сказали, до 30 ноября, там, работай, завершай там свои дела в команде, а потом и тебя за штат выводим. Письменно ничего нет. Ну, я недолго думая, написал в HR, написал в рабочий совет, B-Trips RAD, вот у нас в компании есть, который, ну, занимается рассмотрением вот таких вот вещей, объяснил ситуацию, вот, друзья, у меня письменно на руках ничего нет, мне никто ничего объяснить не может, у меня нет никаких, не было на меня ни одной ни жалобы, вообще ничего просто не было в течение года, то есть, просто ноль. И сегодня вместе с представителями с рабочего совета общались вот опять с HR-менеджером, и HR-менеджер опять там начал что-то, ну, понимаешь, ну, видно, что человек сидит, он не знает, что сказать, ну, то есть, он начинает там что-то вот, бизнес-стратегии, там, вот это, что-то какие-то бизнес-решения, и в итоге, вот, человек, который был с рабочего совета, с B-trips-рата, он вот давил, давил, давил на этого менеджера, и в итоге менеджер проговорился, он сказал, что это увольнение, ну, они не называют это увольнением, они говорят, мы тебя не увольняем, мы просто убираем тебя из команды, и для того, чтобы потом тебя в какую-то другую команду определить, непонятно в какую, мы там поищем, посмотрим, и он проговорился, HR-менеджер, что, говорит, решение было принято давно, ну, то есть, это было запланированное решение какое-то, понимаешь, и я не знаю, что в этой ситуации, я опять же, обратился и в профсоюз, ну, помимо рабочего совета, написал им, что вот, друзья, так и так, вот у меня нет никаких ни бумаг, ни жалоб на меня, ничего, на увольнение, ничего нет, у меня просто в телефонном режиме по видеосвязи, в имейлах там что-то пишут, а в Германии по законодательству даже это так не работает, то есть, должно быть, должно письмо быть, распечатано, подписано кем-то, отправлено тебе на почту, ну, то есть, какие-то должны быть уведомления, тебе должны предупреждения какие-то выносить на работе, ну, должны какие-то основания быть для этого всего, а ничего нету, то есть, просто выводят вне штата, и как мне видится, что выводят, ну, вне штата, что я буду без команды, как мне HR-менеджер объяснил, мы будем стараться вот найти тебе какую-то другую позицию внутри компании, но я так понимаю, что стараться мы особо не будем, то есть, мы будем имитировать поиск какой-то другой позиции, и вот так вот мы там, может быть, пару месяцев с ним что-то там посидим, пообщаемся, и потом мне все-таки придет письмо, что где-то вот февраль, февраль, март, месяц, я думаю, придет письмо, что, ну, вот, друг, мы, короче, пытались, но ничего найти не смогли, вот, к сожалению, дела такие, давай, до свидания, и я, 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 честно, я тебе скажу, Руслан, я не знаю, что сказать, я в шоке, и я не понимаю, смотри, что я понимаю из всего этого, я понимаю, что в Германии очень много, там очень сильное рабочее лобби производственников, у них миллионы незакрытых вакансий, когда они запускали наших беженцев, они думали, что мы начнем закрывать те вакансии, некоторые начали брать наших на работу, и твой случай, очень много у меня таких людей, но потом, указивка сверху, приходила не брать, то есть, человек, владелец частной клиники, женщина, говорит, слушайте, ну, мне нужны люди, я взяла на собеседование, пришло три человека, немка, итальянка, украинка, немка вообще дупля не отстреливает, итальянка делала три клизмы в своей жизни, какой-то старой бабки с раку чистила, а украинка, говорит, она работала там где-то под с обстрелами в Харькове, без света, все, я беру ее, она умеет все, это мой волшебный ключ для моего бизнеса, она выручит мою клинику, все, хозяйка фабрики, этой фирмы, медицинской, говорит, украинке, все, я тебя беру, отвечаю там на свой рот, приходит, проходит неделя, приходит ей отказ, нет, запрещено брать, бери германку, то есть, это первое, то есть, есть, несмотря на то, что бизнесу нужны люди, и люди подходят, люди работящие, выбирают, есть какое-то вот оттуда, указание, не брать, плюс второе, что сделали наши люди, понимаешь, вот куча таких адекватных людей, как ты, ну а куча, приехала до Тестернополя, агрессивные, которые там именно, что они увидели, они увидели богатейшую Германию, и что, и кучу русских немцев, которые по 30 лет там прожили, и кое-что-то достигли, то есть, они видят русака, який над гарней машины, який же хай, майя сви, дим, а вона патриотка, не майя ничо, ох, как их начало коробить, и они начали кидаться на них, а немцы, они же все как бы, ну это же, они же видят этих беженцев, и они вот так вот, выработалось такой стереотип, про нас всех, что они уже нас не любят, ты посмотри, они уже прямо настолько нас не любят, что уже прямо, они имеют, эти немцы, они тихие, они репарируют, и они даже, несмотря на то, что они платят эти все, и вынуждены молчать, они уже даже сквозь свое молчание пытаются стухнуть, хватит, выгоняйте, там в газетах я это читаю, мне скидывают криминальные статьи с нашими беженцами, я сегодня выложил видео, что Европа, это Украина, уже, поэтому как-то вот так вот, мы можем, наверное, кого-то поблагодарить, ну, как бы непонятно, мне было непонятно, зачем они нас туда пригласили, если вот так вот с нами обходятся, ну, короче, вот как-то так. Мне тоже непонятно, Руслан, причем, ну, то есть, немецкий у меня, да, не идеальный, ну, средний, но мы общаемся на работе, то есть, у меня компания, ну, международная, основное все, там, документация, там, все дела, полностью все на английском, английский у меня свободный, на немецком, ну, как-то так, знаешь, два слова связать могу, то есть, меня могут понять, я понимаю, что от меня хотят, ну, общаемся, коммуницируем, и требований немецкого к моей, например, должности, вообще никаких нет, потому что я в IT работаю, 99% IT на английском языке, оно никому даже не надо было, со мной собеседование изначально на английском проводили, то есть, по поводу немецкого, претензий ко мне тоже не было, что у меня там B1 сертификат, а не B2, да им вообще досраки, я им когда свой B1 сертификат отправлял, вместе там, с документами уже, на подписание контракта, они, ну, посмотрели, а что это, ну, ну, ладно, хай будет, знаешь, и я бы понял, знаешь, ну, то есть, если бы я там сидел там тунеядец какой-то там, ни хрена не делал, то ты работаешь, налоги платишь, блин, у меня налогов, понимаешь, у меня в месяц налогов уходит, там, больше 2000 евро из зарплаты, ежемесячно, это там все эти страховки и вся вот эта вот сранька, и все равно, просто вот, все. Я тебе, как еще скажу, у меня вот было недавно интервью с нашим земляком, с киевлянином, который в Германии, который с четырьмя высшими образованиями работает уборщиком, где-то в какой-то фирмочке, ночью, когда офис закрывается, он убирается, убирает, но есть один нюанс, его семья там живет 35 лет, то есть, его семья, мать там, в частности, известного немца, там они все вместе, то есть, он как бы там вообще не левый чувак, он вообще там не левый чувак, и он не может найти, и вот он говорит, что когда эти немцы узнают, что у него четыре высших образования, у них гримаса, их перекривливает, типа, нам такой светхообразованный тут не надо, это, 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 он будет разлагать коллектив, если мы возьмем его в коллектив, он будет своим умом, и дисциплинарностью разлагать, и вот, что я заметил, со стройки, с уборок наших земляков не выгоняют, но со многих стран, в частности, с Норвегии, с Франции, с Польши, мне писали наши земляки, которые работали более-менее на неплохой работе, вот именно с высококвалифицированных, с нормальных работ, нас выгоняют, вот как будто пошло какое-то указание, ну, на руководящие, какие-то средние специальности, на нормальные работы не брать, вот уборка, чистить сраки, присмотр за людьми с ограниченными возможностями, вот там они пускай будут, и очень много, мне десятки людей пишут, блин, с Норвегии, он повыгоняли женщин, работали нормально в коммуне, там, на нормальных должностях, пришли к ним и сказали, извините, ваш контракт со стопроцентного, переделаем на 25%, а потом аннулируем, она говорит, да как это так, вы мне 4 месяца назад, когда брали меня на работу, сказали, что все, эта клетка за мной, лично под меня, я буду у вас тут, блин, замом инженера, то есть вы, ну, это как, она говорит, ну, вот так, вот так, извините, поэтому это какое-то негласное, мне кажется, что они нас хотят, блин, ну, чтобы мы поехали домой, я понимаю, что они хотят. Я вот тоже видел это видео твое, по-моему, в сентябре вот оно было, и я вот тебе честно скажу, я посмотрел сначала, ну, достаточно скептично отнесся, ну, то есть, знаешь, ну, как это просто берут и увольняют, ну, урезают контракты, урезают зарплаты, я думал, что это, знаешь, ну, мало ли, может люди там что-то такое понарассказывали, а нет, нифига, вот, вот реальность. Хорошо. Работали, работали, и все. Что тебе делать? Что вот такие люди, как ты сейчас, вот какие варианты у тебя развития событий для тебя? У меня вариантов, для меня вариантов в Германии никаких, я, после этого, я не хочу даже пытаться что-то здесь искать, потому что, ну, будет то же самое, скорее всего, и я не удовлетворен вообще в целом уровнем жизни, то есть я живу от зарплаты до зарплаты, понимаешь, я жил на пособии, и, ну, пособие, ну, платили за квартиру, за коммунальные, давали мне там 500 евро на поесть, и вот сравнить то, и сравнить то, как я сейчас живу, вот, с учетом того, что я сам плачу за квартиру, за все вот эти вот дела, да, у меня чуть-чуть больше денег на расход, но так, чтобы я принципиально улучшил свою, свою жизнь или материальное состояние, нет, потому что, ну, я вот, я один, я за все сам плачу, и вот так, не знаю, может быть, если бы я жил в каком-то, ну, далеком-далеком немецком селе, где я снимал бы, там, какой-то маленький домик, да, я не знаю, есть ли такие цены, там, 400-500 евро, то, может, было бы по-другому, но там-то работы нету, а у меня работа здесь, и даже несмотря на то, что я работаю в IT, я по контракту обязан минимум два дня в неделю, я обязан проводить в офисе, по контракту, несмотря на то, что вся моя работа, она на 100% может делаться абсолютно удаленно, и я для себя рассматриваю вариант сейчас, это только смотреть что-то в области фриланса, и просто уезжать в какую-то, ну, более дешевую страну, и работать на себя, или, ну, искать какую-то компанию, у которой есть 100% удаленные вакансии, но в Германии, я не знаю, то есть, вот так. Знаешь, все мы допустили, блин, такую ошибку, вот, во-первых, я до тебя сейчас записывал интервью с Татьяной Монтян, и вот, и она мне такой четкий дала расклад, почему туда не стоило ехать, я говорю, как жалко, что я не увидел ваши такие изложения мыслей, ее просто везде позаблокировали, три года назад, потому что я настроился этих блогеров, и сам сейчас вот эти 20 стран объехал, и офигел, и понял, что это вообще левая тема, что это не мое. Но более того, помимо Татьяны Монтян, которая это знала и понимала давно, я записал интервью, где-то неделю назад, с человеком, с Германией, у которого какое-то филологическое образование, то есть, он мне за 30 минут, он мне объяснил на пальцах, документально, научным языком, почему мы, какой мы расы, почему мы никогда, ни при каком раскладе, не сможем ассимилироваться, и даже наши дети, мы всегда там будем чужими, и от того, что мы в чужом месте, у нас тут будут большие проблемы, и это не просто слова, он мне там как начал объяснять, это все, это все настолько идет глубоко, в ментально, в наши родословные, там, те славяне, те православные, те котелы, толики, у нас главная душа, мы относимся с душой, там все за деньги, там нагрешил, пошел индульгенцию купил, ну, то есть, это все так, серьезно, и вот я, чтобы знал, я бы никогда туда не поехал, честно, никогда. Я, честно тебе скажу, я страну выбирал вообще чисто случайно, вот как-то, вот, ну, в Германии, это был вот март 22-го, я приехал 1 марта сюда, то есть, это только-только начиналось, еще даже не было принято решение по этой директиве, я даже не знал, не знаю, какие тут пособия, там еще что-то, я просто вот приехал, ну, как мне тут беженцем стать, я чертова знаю, и, знаешь, вот насчет, вот этого одиночества какого-то, вот этого ощущения, что ты чужой в этой стране, ну, я могу и по себе это то же самое сказать, то есть, все равно, даже, вот работаешь, вроде, что у тебя, казалось бы, хорошо, но, все равно, все, все окружение, ну, ощущается вот чужое это все, и отношения, да, очень холодные люди, и тоже, сколько дней общался здесь с людьми, знаешь, с какими-то нашими мигрантами, и россияне, и грузины, и даже украинцы, которые здесь уже там, ну, по много лет живут, ну, везде одна и та же история, что, вот, немцы, они сами по себе, там, арабы, которые здесь живут, они сами по себе, россияне, белорусы, украинцы, там, все остальные, вот, страны СНГ, они сами по себе, ну, ты знаешь, казалось бы, одна страна, но она разделена на вот эти вот группки социальные, по какому-то национальному признаку, и рассказывали мне даже такое, что, вплоть до того, что даже дети в школе, в школе немецкие, ну, как бы, холодно относятся к детям, которые там, ну, родители, иностранцы какие-то, и вот так, вот оно не работает, почему-то, пытаешься, но не получается. Да, видишь, очень много, я видел таких комментариев, и мне даже человек звонил, потом с Америки, прощения просил, очень много комментариев, где они меня ругали, что Колобок на русском языке разговаривает, и помимо всего, он еще говорит, что в Советском Союзе, или даже при том Януковиче, лично ему неплохо жилось, я говорю, ну, это мое мнение, да, мне неплохо жилось при долларе 8, и бензине по 10, и они говорят, ну, хорошо, ну, ты же понимаешь, что ты на вражеском языке, ну, короче, начали мне вот это за русский язык, я говорю, не путайте, так слушай дальше, и ты представляешь, и вот эта женщина, она мне недавно, блин, душу изливала, она поехала в Америку, по той визе, все, и она такая национальная, конечно, она за краину, она только за украинскую, она знает, она в музее работала, она знает эту всю историю, и она говорит, я так, то есть, она меня, к чему прикала, что я за русский, за русский язык, наверное, за то, что я сам русский, как бы, в советском я родился, я как бы, и она говорит, ей так было обидно, когда все в Америке ее начали называть русский, ее львовянку украинка, и она там с пеной урта доказывала, что она вообще не русская, что она украинка, и я говорю, а вы, говорит, коммунисты, иди отсюда, и она, вот это пару месяцев, у нее ломка, ну, то есть, ты представляешь, Америка, которой она мечтала, она приезжает, видеть этих богатых американцев, они говорят, да кто ты, ты русская, она пыталась доказывать, короче, там у человека взрыв, просто кастрюля взорвалась на голове, поэтому, ну, мы действительно там чужие, просто чужие. Я вот часто, часто слышал, вот это тоже твое мнение, что, и я с этим полностью согласен, что для иностранцев, мы все, ну, мы одинаковые, они не различают, ты там, украинец, белорус, грузин, там, какой-то латыш, там, с, с, этот молдаванин, еще кто-то, казах, мы для них все одинаковые, ну, то есть все, мы для них все просто, ну, или русские, или просто славяне, мы для них, ну, один сорт, второй сорт, третий сорт, я не знаю. Они, конечно, есть среди них, я не могу сказать, что там немцы прям, ну, там, суперзлые, но опять же, смотри, вот на работе, мы с ними общались, и было как, что, вот буквально еще вчера, они мне улыбались, мы там все вроде как, ну, дружили, даже так, ну, достаточно неформально общались, расслабленно, по-дружески, все хорошо, бац, на следующий день, короче, все, друг, ты теперь давай, до свидания. Просто, просто вот так вот. И никто не может понять, что происходит, понимаешь, то есть у меня в команде тоже, моя команда, ну, никто ничего не понимает, все сидят, а как мы будем проект заканчивать, а как мы это доделывать будем, ничего не сделано, то есть им плевать вообще, понимаешь, и плевать там, и плевать работа, плевать на проект, плевать на то, что я там делал для компании, это все абсолютно до одного места, то есть просто вот, что-то произошло, что-то произошло, что вот, опять же, да, вот эти теории, я уверен, что кто-то, скорее всего, считает, что это, да, это неправда, как это так, там против святых украинцев, там какие-то заговоры, там будут устраивать, чтобы их там на работу не брали, увольняли, ну, а как это объяснить еще, какое может быть объяснение, кристально чистая депутация на работе, кристально чистая, я бы еще понял, если были хоть какие-то проколы, хоть что-нибудь, хоть где-нибудь, ничего, просто вот распоряжение пришло, решили, все, давай, до свидания. Так тут дело не в тебе, таких людей, как ты сотни, это лучшие люди, которые смогли выучить язык и добиться этой нормальной работы, это лучшие из нас смогли такое сделать, если честно сказать, и даже они им не нравятся, и я тебе скажу, эти европейцы, они не такие добрые, улыбчивые, кто там долго прожил, и кто умный, их раскусил, мне в частных беседах говорят, ой, Колобок, не верь ты этим улыбкам, ты себе даже не представляешь, что это за немцы, швейцарцы, шведы, ох, ох они, блин, ну короче, это я сейчас не хочу просто вслух говорить, так что, ну, вот так вот, неплохая у нас прививка для нашего брата в Европе получилась, на своих ашпеках. Будем думать, будем думать, куда ехать, честно, даже, даже не знаю, ну, хотелось бы, может быть, в Грузию куда-нибудь, ну, там, на море, вроде как, как, цены не самые кусающиеся, хотя, не знаю, как там сейчас, ну, и в целом, хочется все-таки обратно, ну, в среду, там, где люди разговаривают, по крайней мере, на языке, который я понимаю, да, в Грузии не все говорят на русском, ну, мне как бы, вот, ближе, скорее всего, туда, в Россию, скорее всего, фильтрацию там не пустят, я не знаю, то есть, я тоже там не, с флагами не бегаю, но, я так понимаю, что там тоже всех заворачивают, никто там никому не нужен, в России, в Беларуси, поэтому, надо куда-то, вот, поближе. Ой, да, дай бог, чтобы это все скорее закончилось. Добренько, Сергей, спасибо большое, что пришел, поделился, со своей историей, желаю тебе, чтобы все хорошо у тебя было, чтобы ты нашел свое место и обрел душевное равновесие. Спасибо, спасибо, Колобок, на добром слове. Давай, быть добру, пока. Давай. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...